В прошлый раз я показал вам, что в начале 2000-х годов при тех цифрах, которые я вам привёл, покупка жилья была гораздо более невыгодной, чем аренда. Если вы покупаете дом за миллион долларов, то вы будете просто так отдавать более 40 тысяч долларов каждый год. Эти деньги будут уходить в никуда. Они не идут на увеличение капитала, не идут на погашение кредита за дом. Эти деньги просто улетучиваются из вашего кармана. По сути, можно считать эти 40 с лишним тысяч арендой за взятые в долг деньги. Процент по кредиту – это не что иное, как плата за аренду денег. Если у вас есть актив в виде наличных денег, вы даёте их в долг, то есть предоставляете во временное пользование, то вам за это платят проценты. Если у вас есть актив в виде дома, вы его сдаёте, то есть предоставляете его кому-нибудь во временное пользование, то вам за это платят арендную плату. Таким образом, когда кто-то покупает дом в кредит и называет себя домовладельцем, по сути он лукавит, ты не домовладелец, пока у тебя есть ипотечный кредит, ты арендатор денег. И перед вами стоит выбор, арендовать дом в первом случае или арендовать деньги во втором. Причем, как вы видите, в определенных условиях арендовать деньги оказывается вдвое дороже, чем дом. Но, возможно, кто-то может со мной не согласиться и сказать, что есть другие аргументы в пользу покупки дома. Например, здесь мы взяли кредит с фиксированной процентной ставкой, хотя в США распространены кредиты с плавающей процентной ставкой, когда спустя определенное время проценты по кредиту могут корректироваться. Но здесь у нас ипотека с фиксированной ставкой, поэтому мы знаем точно на 30 лет вперед, какую сумму будем платить банку. В то время как арендодатель может постоянно повышать арендную плату. В примере из прошлого видео, несомненно, арендовать жилье выгоднее. Но представьте, что хозяин дома повысил мне арендную плату до 3,5 тысяч долларов. Тогда вы будете платить за аренду уже 42 тысячи долларов в год. Минус 10 тысяч, которые мы получаем с лежащего в банке вклада. Получается, что я каждый год должен буду выложить уже 32 тысячи долларов. Или банк может снизить проценты по вкладам. Тогда вы будете получать не 10 тысяч, а меньше. С другой стороны, чтобы достигнуть 41 тысячи, арендная плата должна вырасти очень сильно. Давайте посчитаем, на сколько. Возьмем 41 тысячу 500 долларов. Добавим к ним те 10 тысяч, что вам приносит вклад. Получится, что арендная плата должна составить 51 тысячу 500 долларов в год. Разделим эту сумму на 12. Получим 4 тысячи 300 долларов в год. Тогда выбор между этими двумя вариантами станет не таким очевидным. Можно посмотреть и с другой стороны. Представьте, что я купил этот дом, но потом по какой-то причине мне пришлось из него переехать. За сколько я должен его сдать, чтобы не потерять деньги? Мне придется его сдать за 4 тысячи 300 долларов. Несмотря на то, что на рынке аренды недвижимости, такие же дома сдаются за 3 тысячи долларов. Но есть еще один важный аргумент сторонников покупки, который часто звучал в США в самом начале 2000-х годов. Люди уверены, что цены на недвижимость не падают, они только растут. Поэтому капитал увеличивается за счет роста стоимости дома. Насколько должен дорожать мой дом каждый год, чтобы компенсировать разницу между стоимостью покупки и аренды? 41 тысяча 500 долларов минус 26 тысяч, получается 15 с половиной тысяч. Сколько это будет в процентах? Мой дом стоит 1 миллион долларов. Делим 15 с половиной тысяч на миллион. Получаем полтора процента. Если мой дом станет дорожать даже на полтора процента в год, тогда я, по сути, буду зарабатывать на нем по 15 с половиной тысяч. Эти деньги будут прибавляться к его рыночной стоимости. И тогда покупка дома действительно может оправдать себя. И это допущение кажется достаточно разумным. С 2001 по 2005 или 2006 годы в США цены на дома росли на 10-15 процентов в год. И агент по недвижимости мог показать вам эти цифры, провести расчеты и убедить, что свои полтора процента вы точно получите. Более того, ваш дом будет дорожать не на полтора процента, а на целых 10 процентов в год, и вы останетесь в большом плюсе. Но что если вдруг цена дома упадет на полтора процента? Вы по-прежнему платите 40 с лишним тысяч долларов за аренду денег. Но теперь вы каждый год будете не зарабатывать, а терять по 15 с половиной тысяч. То есть второй вариант стал еще хуже. И где-то с 2006 года цены на недвижимость в США стали падать. Согласно индексу Кейса Шиллера, почти на 10 процентов в год. Это очень много. 10 процентов от миллиона – это 100 тысяч долларов, которые просто-напросто испаряются из вашего кармана в течение года. Кто-то считал их частью собственного капитала, а они просто исчезли. Таким образом, в тех условиях, что я вам показал, выгоднее платить больше за покупку дома, при условии, что его цена растет. Но если цены на недвижимость не меняются или тем более падают, тогда аренда становится несравнимо более выгодным вариантом. А во время мирового финансового кризиса и вплоть до 2011 года цены на жилье в США падали с большой скоростью, особенно во Флориде и Калифорнии. Однако до этого момента аргумент казался весомым. Все думали, что их дом наверняка подорожает на 1, а то и на 2 процента, и тогда разница окупится. Но задумайтесь, почему ваш дом должен подорожать на 2 процента? Это значит, что кто-то готов через год заплатить за него на 2 процента больше, чем сейчас. А почему он готов заплатить больше? Не потому ли, что, например, аренда тоже возросла на 2 процента, и у людей выросли доходы? Нет, в Кремниевой долине с 2001 по 2003 годы стоимость аренды только падала. Многие программисты увольнялись и уезжали из долины, потому что IT-компании решили массово отдавать их работу на аутсорс в Индию. Таким образом, население в регионе уменьшалось, спрос на жилье падал, однако цены на дома по какой-то причине продолжали расти. И люди считали, что раз последние несколько лет цены растут, то они будут расти и дальше, и никогда не упадут. С точки зрения экономики, это довольно слабый аргумент. Цены на жилье росли еще и потому, что банки стали упрощать процедуру выдачи ипотечного кредита. Требования к заемщикам становились все ниже и ниже. Были примеры, когда жители Южной Калифорнии и Сан-Хосе с зарплатой 30-40 тысяч долларов в год получали миллионные кредиты на покупку домов. Менеджеры банков даже не проверяли реальный доход заемщика, они просто вносили сумму с его слов. Можно было прийти в банк, сказать, что у тебя большая зарплата и получить кредит. Таким образом, выдача кредитов упростилась. Многие стали считать покупку дома выгодным вложением и решили платить большие суммы за аренду денег, отчего стоимость росла еще больше. Но, как мы видим, если цены начнут падать, ситуация поворачивается совсем другой стороной. Таким образом, в условиях падающего рынка недвижимости суммы расчетов, которые я привел в прошлом видео, могут сойтись. И тогда ответ на вопрос аренды или покупки станет уже не таким очевидным. Но к этому времени сильно пострадают те, кто купил дом в надежде на рост его стоимости. И самое обидное, что если я, например, куплю дом, но в какой-то момент потеряю работу или не смогу выплачивать кредит по какой-нибудь другой причине, я, возможно, потеряю первоначальный взнос. Потому что банк не сможет продать дом за миллион и вынужден будет удержать мои 250 тысяч долларов себе. Или я могу захотеть переехать. Но не найду покупателя, потому что банки после кризиса перестали бездумно выдавать кредиты. Таким образом, получается, что я привязан к купленному дому и лишен возможности куда-нибудь переехать. Один из моих друзей провел исследование и обнаружил корреляцию между безработицей и наличием дома в собственности. Те, у кого есть собственный дом, имеют меньше возможностей для поиска работы. Если я живу в Сан-Хосе и увидел отличную вакансию в Лос-Анджелесе, я не смогу туда устроиться, потому что не смогу продать свой дом. А может, я и вовсе не буду смотреть вакансии в Лос-Анджелесе. В то же время арендатор может в любой момент собрать вещи и переехать. Итак, я постарался сделать обзор аргументов за и против покупки и аренды жилья. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.